Приветствую друзья! Для меня профитроли стали неотъемлемой частью праздничного стола. Каждый раз меняю начинки и всегда получается очень вкусно и неповторимо. Их можно наполнять не только сладким кремом, хорошо сочетается с творожным сыром, с добавлением зелени, рыбы, икры. Сегодня готовлю профитроли с творожным кремом. В кастрюльку отправляю 70 грамм сливочного масла, 70 миллилитров молока, 170 миллилитров воды, 1 третью чайной ложки соли, 10 грамм сахара. Ставлю кастрюльку на средний огонь и жду, пока смесь не начнет закипать. Как только на поверхности появились первые пузырьки, немного убавляю огонь и засыпаю 130 грамм муки. Интенсивно перемешиваю до растворения всех комочков. На заваривание теста у меня уходит примерно 7 минут. Тесто стало полностью однородным, упругим. На дне кастрюльки стал образовываться налет. В этот момент я снимаю с огня и перекладываю в миску. Пару минут даю остыть. Теперь необходимо добиться нужной консистенции с помощью добавления яиц. Яйца должны быть комнатной температуры. На это количество ингредиентов у меня ушло 3,5 яйца. Яйца необходимо добавлять по одному и интенсивно перемешиваю, ориентируясь на консистенцию. Первые два я вмешиваю точно, потом смотрю на плотность и уже добавляю либо целое яйцо, либо половину. Тесто должно получиться мягким, но не жидким. С лопатки стекает оно очень медленно. Лучше тесто будет чуть гуще, чем перестараться с яйцами. Тогда реанимировать его уже у вас не получится. Противень застилаю бумагой для выпечки. Перекладываю тесто в кондирский пакет и отсаживаю небольшие профитроли на расстоянии друг от друга. Во время выпечки они хорошо увеличиваются в размере. Выкладывать тесто можно и с помощью чайной или столовой ложки. Не обязательно использовать пакет или насадку. Все хвостики на профитролях приминаю пальцем в смоченном воде, чтобы они не пригорели. Отправляю в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. Вот такие красавцы в количестве 30 штук в итоге у меня получились. Профитрольки легкие, хрустящие снаружи и очень вкусные. Это проверенный рецепт неоднократно. Для творожного крема я возьму 160 грамм сливочного масла комнатной температуры, 180 грамм качественного сгущенного молока, 280 грамм 9% творога. Творог пробиваем блендером до однородной консистенции. Очень важно использовать мягкий творог, не сухой, от этого зависит однородность крема. Все продукты должны быть обязательно комнатной температуры. Заранее достаньте их из холодильника, иначе крем может свернуться от разности температур. Масло взбиваю миксером до посветления и пышности. И добавляю половину порции сгущенного молока. Продолжаю еще взбивать пару минут. Оставшуюся часть сгущенки добавляю к творожной массе, а затем два приема добавляю к масляной части. Еще раз взбиваю все до однородности пару минут. Готовый крем будет не очень густым, но после охлаждения консистенция станет более плотной. Начиняю профитроли с помощью кондитерского пакета. Также можно воспользоваться специальными насадками, если такие имеются. Готовые профитроли посыпаю сахарной пудрой и украшаю шоколадной сеточкой. При желании профитроли можно сверху полностью покрыть шоколадом. Получится очень вкусно! Нежные, воздушные, с творожной ноткой профитроли станут отличным десертом к чаю или чашечке кофе. Попробуйте приготовить и порадовать близких и друзей домашней выпечкой. А я желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!